Александр Плетенко, новый чемпион весовой категории до 61 килограмма лиги WWC. Александр, очень много эмоций, конечно, у тебя, ты как всегда заряжен, веселый, но расскажи вообще предысторию поединка, что произошло, за что штрафное? Давай рассказывай, пополни. Я не буду придумывать отмазки, это моя дисциплина, которая в этот раз была на низшем уровне, это моя ошибка, я не сделал вес и поэтому получил штрафной балл, либо же два штрафных балла. Это все как бы не буду выдумывать, почему не буду рассказывать, это все моя ошибка и я буду в дальнейшем пресекать все эти неосторожности, чтобы быть дисциплинированным бойцом. Скажи, пожалуйста, тебя надломило это психологически, когда ты выходил на этот поединок? Честно говоря, нет, меня больше надломило психологически то, что Харьков, столько поддержки, я очень долго не мог собраться и собрался я буквально, когда уже заиграла моя музыка. Действительно, вот только тогда я так немножко морально собрался и включился. До этого было сложно, столько переживаний, столько ответственности. Давай тот самый первый раунд. Что в нем такое произошло, что ты пропустил удар? Как ты допустил эту ошибку? Да и о том, когда я просыпаюсь, я лежу, а он стоит. Да, 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 я стою так и понял. Ну, к сожалению, я не помню даже от какого удара это произошло. Я помню картинку, что такой темная ширма, понял, он передо мной. Я смотрю, что вроде судей между нами нет, а значит еще можно включаться. Я там полез, по-моему, в ноги как-то. Это еще раз доказывает о том, что Бразил приехал на самом деле хороший. И вот это вот неэффектный поединок, да, такой, ну, скажем так, скучноватый для кого-то, для тех, кто не разбирается в ММА. Это есть причина того, что действительно Бразил был сильный и после первого раунда тренер дал на остановку. Саня, нужно бороться. Знаете, от того, что я буду с ним рубиться и проиграю, мне этого лучше не будет. Я пришел сюда победить, мне нельзя было рисковать перед моими болельщиками, моими родными, моей мамой, которая переживала. Я думаю, что у нее там чуть ли не инфаркт не случился, когда я упал и у всей моей семьи. Поэтому Бразил был хороший, уважение ему. Давай, я как раз вот реально хотел спросить по поводу того, как на тебя повлиял Дудочкин между первым и вторым раундом. И бой был нескучный, поверь. То, как ты его бросал, просто. Ты не помнишь, да, Бразил? Ты помнишь те броски, которые ты ему проводил? Броски помню. Это была высшая школа, высший пилотаж был на самом деле. И ты показал ему действительно, что самбо выигрывает. Почему он, как ты думаешь, почему он не смог сделать в партере, реализовать себя как именно на сабмишн? Я сейчас объясню вам, знаете, когда тебя секундируют Дудочкин Александр Игоревич, такое впечатление просто, что он сидит за приставкой с джойстиком. И он просто подсказывает, там нет таких банальностей, типа Саня, лежи сверху, бей. Нет, там такого нету. Там все очень подробно. Саня своей правой рукой под его спиной, возьми его правую руку, затяни. Игоревич действительно, ну, это просто какой-то мегатренер. Я у него уже там больше двух лет и хочу отдать ему должное уважение. Он красавчик. Я был как пешкой. То есть все, что я делал, это все было руководство Игоревича. Я понял. Как будешь праздновать победу? Это первый вопрос. Давай, первый вопрос. Как будешь праздновать победу? Макс, я только что говорил, что буду дисциплинированным, поэтому я на камеру этого не скажу. Второй... Мы с тобой напьемся. Теперь второй вопрос. Как ты готовился к самому поединку? Потому что, да, это твой очередной титул. Я знаю, у тебя были титулы в других организациях, но мне кажется, этот титул является самым важным в твоей карьере. Как ты готовился к нему? Да, титул классный. Приехал в Киев, там поселился на пару недель у своего кента Бородатова. У тебя. Да, действительно, Александр жил у меня две недели. Да. Конечно же, я готовился в Киеве у Александра Игоревича Дудричкина. Провел в Киеве полтора месяца полностью под его руководством. И вся подготовка была в Ауроме. То есть ничего мы не выдумывали. Решили ограничиться этим. Я понял. Я даже присутствовал на твоем тренировочном лагере. Одну недельку потом просто не вывез этой темы. Вот. Какое будущее твое, что ты дальше будешь делать в WWC? Это будет 57 весовая, это дальше поход за 61, да, там новые претенденты. То есть Бен Касси, Мактар. Что ты вообще можешь сказать по поводу Бен Касси? Знаешь, мне сейчас немножко так стыдно будет говорить о том, что я хочу весовую категорию 57. Поэтому я возьму длительный отдых, чтобы восстановиться после своей прошлой сгонки. Прошлой, а не этой. Она была ужасная, она меня посадила, мой организм. Поэтому я пока воздержусь от этого вопроса, восстановлюсь. И все мое будущее будет зависеть от организации и от тренера. То есть это люди, которые мной руководят. Я отдаюсь им полностью, я им доверяю. Поэтому эти вопросы не ко мне. Ну, давай уже точно. Вот последний-последний вопрос. Как тебе Харьков, как он себя проявил в плане того, что публика? Как реагировала вообще на бои и как она встретила этот турнир? Слушай, ну, отраведно я скажу, что Харьков еще не готов к таким турнирам, честно. Да, публика. Я просто присутствовал на турнирах в Киеве. Там, конечно, было повеселее. Это мой любимый город Харьков, мой родной город Харьков. Мне приятно, что было здесь. Но люди еще не привыкли к такому масштабу. Потому что тут такого еще и близко не было. Поэтому я считаю, что, ну, как и в Киеве, да, первые турниры были, конечно, более скучные, чем сейчас. Сейчас это просто какое-то грандиозное шоу. И я надеюсь, что в Харькове так же само с опытом это придет. В следующем году два будет турнира в Харькове. Да, и надеюсь, что я их буду комментировать, наверное. Ты будешь защищать пояс в родном Харькове. Посмотрим. Не могу сейчас ответить на вопрос, надо все проанализировать. Действительно, тяжело просто думать о том, да, ситуация, я упал в нокдаун. Это видела моя мама, это видел мой отец. Я не сильно хочу, чтобы такие ситуации были. Я еще обдумаю и с мыслью решим, где я буду защищать свой пояс. Я понял, хорошо. Александр Розбинник Плетенко. Новый чемпион лиги WWC весовая категория до 61 килограмма. Спасибо тебе, Саша. Спасибо, Макс. Генеральный партнер «Париматч». Титульный спонсор «Немиров». Официйный партнер «Монстр Энерджи». Генеральный транслятор «Икспорт».